На радость детворе и на беду водителям на Ульяновской области обрушились снегопады, отменяются рейсовые автобусы, на дорогах коллапсы, снежные заносы, а во многие дворы не пройти и не проехать. Обильные осадки пришлись на минувшие выходные. Город встал. Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии в интернете. На этих кадрах видно, машина скорой помощи застряла в снегу. Это произошло во дворе дома номер 8 по проспекту Столыпина в Заволжье. А этот пост социальной сети опубликовала жительница поселка Мостотряд. Поселок Мостотряд. Территория принадлежит городу. Так почему город ее не обслуживает уже третий год? И это не севоги нападало. Это с прошлого снегопада никто не чистил, кроме самих жителей. На момент нашего приезда переулок Коровко был уже расчищен. Но, как пояснил житель дома номер 10, не силами городских властей, а самих собственников квартир. Вооружившись лопатами, изурчившись поддержкой друг друга, дорогу удалось прочистить. Дорогу, которая принадлежит городу. Такая проблема у нас каждый год. Всегда после снегопадов, после первых снегопадов еще как-то можно проехать очередных. Снег накапливается и тяжелее проехать каждый раз. Значит, было более терпимо, а сейчас большую часть поселка переселили и про нас как будто забыли. Вообще не чистят ничего. Управление ЖКХ и благоустройство местной администрации нам пояснили. Гражданам многоквартирных домов лучше напоминать о себе. Так как все силы изначально идут на очистку магистральных улиц, остановок, подъездных путей к соцобъектам. От излишков снега в частном секторе и во дворах начали избавляться лишь в воскресенье ночью. Не стоит беспокоиться. Как я уже сказал, если есть замечания, очень важно иметь обратную связь. Поэтому необходимо обратиться в центр управления городом, где-то о себе напомнить. И, естественно, уже после того, как будет произведена очистка, центр управления города берет это все на контроль. И до того момента, пока не будет произведена очистка, мы все это будем контролировать. Ответственность за содержание придомовых территорий несут управляющие компании. Сейчас из дворов снег вывозит 60 единиц спецтехники. Не все управляющие компании действительно добросовестно и оперативно отнеслись к уборке снега. Поэтому сегодня администрации города Ульяновска совместно с агентством государственно-строительного и жилищного надзора организованы рейды по проверке содержания дворовых территорий, выявлены недостатки. И в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении управляющих компаний к административной ответственности. Больше всего нареканий по уборке проспекта Гая, улиц Автозаводской, Жуковского, 9 мая. Некачественно выполняют работы коммунальной службы в поселке Арсенал. Хотелось, чтобы люди, несмотря на выходные, на субботние дни, все-таки эти службы работали. Поскольку людям надо с детьми погулять, в частности, мне нужно было с внучкой погулять. Куда-то пойти, пролезть невозможно. В центре, не говоря, я думаю, что в любом каком-то дворе. Очень и очень плохо. Все хорошо. Снега много, это вообще прекрасно. Лыжи, в снегу купаться, ну, так сказать. Это же у нас что, Россия? Не Южная Родезия, не Африка же, но вы сами поймите. Наоборот, мороз должен больше быть сильнее. Чем холоднее, тем лучше. Принцип такой. А вольны тем, как очищают наш город от снега? Нет, не довольны. А почему? А потому что бардак, вон, видите, кругом бардак. Выходной был, но еще праздничные дни продолжаются. Вот десятый последний день, но не убрано было. Ну, а сегодня утром, видите, везде, как говорится, и трактора прошли. Вроде нормально убрано. Пройти можно, но, как говорится, не по щиколотку снега. Так что вот, нормально. Одно дело сместить снег, другое – избавиться от снежных заносов. Те валы, которые образовались в результате смета с проезжей части, сейчас уже второй день мы вывозим, сейчас вот почти заканчиваем улицу Спасскую, Кузнецово закончили, сегодня переходим на улицу Гончарова, Дворцовую, Ленина. Ну, думаю, в течение двух дней мы всю центральную часть города освободим от снежных валов. 737-911, телефон горячей линии, Центр управления города. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости, Уллправды ТВ.